Специально для хейтеров. Надо ему давать пространство. Видишь, седые листы. Финита ля комедия. Фокус, фокус. Всем привет! Сегодня начинаю снимать новый влог. И сейчас мы вместе с вами едем на ламинирование и ботокс ресниц. Я когда-то делала эту процедуру, но мне тогда эффект не очень понравился, потому что, во-первых, я делала более интенсивный макияж, а во-вторых, у меня были ресницы короче. А сейчас они у меня уже настолько длинные, что, в принципе, процедура ламинирования и ботокса полностью удовлетворяет все мои потребности. И реснички выглядят, как будто бы, естественно, накрашены тушью. И да, помчались, потому что я уже, как всегда и как везде, опаздываю. Когда я перешла на низкоуглеводное питание, у меня стали очень быстро расти волосы и ресницы в том числе. И получилось так, что они отрасли длинные и анатомически лежат у меня на верхних и на нижних веках. И какой бы водостойкой или термостойкой, или еще какой-то стойкой тушью я не пользовалась, у меня вся тушь отпечатывается. Ходить как панда мне совсем-совсем не хотелось, поэтому сначала я подумала о наращивании ресниц. Вот потом все-таки решила сделать ламинирование и ни капельки не пожалела. Все, я уже на месте. Первый раз делали просто вот так злиток, а сейчас мы можем чуть-чуть вытянуть. Да, увести в сторону. Супер. У меня, в принципе, еще эффект держится. То есть они все еще подкрученные, потому что от природы они прямые, как у коровы. Но уже отросли немного новеньких. Ну да, видно. Вот так, да, путается. Это месяц я проходила. Да, месяц. Ну да, в основном где-то полтора, если полностью, то полного обновления. Всем привет-привет! Ну что, сегодня наступил новый день. Сейчас у нас утром. Давид уже в садике. Мы с Женей собираемся позавтракать. Сделала нам на завтрак очень простой омлет с помидорами и перцем. Также добавила огурцы, мясо, авокадо, оливковое масло и немножко орешков. И посыпала это все пармезаном и зернышками конопли. Такой у нас сбалансированный получится, низкоуглеводный, но очень сытный и питательный завтрак. Кстати, мы сейчас собираемся посмотреть новую серию миллиардов. Пока ребенок в садике, родители наслаждаются свободным времяпрепровождением, когда никто не кричит, не пищит. И есть возможность просто вот так вот вдвоем посидеть, покушать и посмотреть классный фильм. Ну, я скучаю. Ну, я тоже скучаю, но надо и ему давать пространство, и нам. Из этой истории о роковой страсти можно сделать несколько выводов, но я сделал такой. Если гнаться за двумя зайцами и не вытаскивать в сторону вовремя, то можно стать посудиной под мяту и босилик. Хочу попробовать постирать в стиралке свою бананку. Это у меня Майкл Корс. Очень многие спрашивают, откуда она. Но она ужасная, потому что она тканевая, и она, ну, засралась буквально везде, где только можно. Тонфу как некрасиво. Ну, блин, а из песни слов не выбросишь. Все швы, все какие-то изгибы, ну, все просто вот жутко. Ну, как неопрятно. Да, причем носила я ее, ну, раз 30, наверное. Вот так вот, если откровенно. И она превратилась в такое гэ. Короче, либо стиральная машина сейчас ее спасет, либо ищите на мусорнике. Кстати, о сумках. Скоро у меня день рождения, буквально через две недели. И у меня давно есть мечта. Классная люксовая сумка. И Женя решила осуществить мою мечту. Ну, мы сдали бутылки из-под пива, которые я пил. Потом сдали торсырье Даша, на которое она собирает. Я его бесплатно сдаю. Ну, ладно. То есть ты его еще и бесплатно ставишь? Я тебе даже больше скажу зажигание. Я еще и доплачиваю. Ну, значит, вот сдали все мои бутылки. Наскребли по сусекам. И вот попробуем посмотреть, что же там за сумка. На самом деле я уже выбрала сумочку. И в Сомаран черную. В общем, сейчас все увидите. У меня когда-то была сумка Луи Витон. У меня когда-то была сумка Диор. Но я их успешно продала, потому что они потеряли свою актуальность. И здесь у меня был такой очень тщательный отбор. Потому что мне хотелось сумку, которая будет актуальна сквозь время и сквозь года. Сначала я хотела сумку Клои. Но потом я посмотрела на нее вживую. И поняла, что это не то. И все, Ларан. Пойдем. Мне нравятся три модели. Вот эта первая. Она очень классная, но она толстовата, на мой взгляд. Хотя смотрится обалденно. И все-таки достаточно яркая фурнитура. Если я буду в золоте, у меня будет, допустим, кожаная куртка, на которой тоже есть молнии, всякие заклепки. Здесь цепочка и монограмма будет много. Потом мне нравится вот эта. Супер классическая. Но она уже тонковатая. Та толстовата, а эта тонковата. Но она классная. Поэтому мой фаворит вот эта сумка. У нее черная матовая фурнитура. Я сначала хотела гладкую кожу, но мне понравились вот эти прострочки. Мне кажется, они смотрятся как-то более интересно. Очень стильно. Очень стильно. И она такая подойдет абсолютно под все. Очень базовый вариант. И вот, как мне говорит консультант, тут самая неубиваемая кожа. То есть она самая износостойкая. Потому что здесь похоже, а здесь она более гладкая. Тут тоже есть такая рифленность небольшая. Но все равно она может все-таки царапаться. В общем, сжалилась я с Женей на яхте. Пустила его все-таки из открытой реки взамен на сумку. Да, это позволило мне забраться на борт. Покупаем? Покупаем. И бежим сразу же в ушечный магазин покупать меня на ушки. Ну ладно, ради бога. Я сейчас на все согласна. И видео надо назвать специально для хейтеров, чтобы вы всрались. Фу, ты жопа. Что-то хотела сказать, я даже не знаю, что сказать. Кушайте феврочки. Я очень счастлив. А я счастлив, что ты счастлив. Можешь сделать меня такой счастливой каждый день. Нет. Ну сколько раз неделю. Тогда ты перестанешь чувствовать такое счастье. Раз лет в 35-36. Кстати, хотите отдельное видео с распаковкой сумки? Да или нет? Напишите в комментариях. Только пишите скорее, потому что мне же придется терпеть, ждать и не распаковывать. И не носить. Так что ж. Будет отдельное видео распаковка, обзор. Переквалифицируясь в сумочного блогера. Нет, на самом деле шучу. Никогда в жизни не переквалифицируясь, потому что я за осознанное потребление. И я хочу иметь всего несколько сумок, которые можно пересчитать на... Ты пропустила слово. Какое? Сок. Нет, несколько сумок, которые можно пересчитать на... Несколько сот сумок? Нет, на одной руке. Ну чтобы они все были... На одной руке медузы. Или осьминолка. Ну чтобы они все были действительно глубоко горячо мною любимые. Они тщательно подобранные и подходящие идеально под мой гардероб. И чтобы я могла носить их годами. И вообще не переживать о том, что наступил новый сезон. И пора бы мне купить новую сумку, потому что старая уже не алю. Я хочу вкладывать в те вещи, которые я буду любить долгие годы. И носить долгие годы. Вот. Но пока в них вкладывает мой муж. Работа у меня такая. Ну да, мужницкая. Как мне тогда написали. Мужевая работа. Если бы она знала, какой ценой ее мужу деньги достаются. Муж, какой ценой тебе деньги достаются? Здоровьем, видишь? Седые виски. А я не знаю вообще. Вообще живу с тобой и понятия не имею. А вообще мне просто повезло. Я тебя... Помнишь, как мультик этот... Клишня? Клишня. Я избранник. Прощайте, друзья. Я отправляюсь в лучший мир. Муж у меня такой не потому, что я такая, не потому, что он меня выбрал, и я его выбрала. Это просто фарт. Вот, знаете, идете по улице там выстрелом вот этого. Повезло, не повезло. Повезло, не повезло. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok